Механизм действия оксигенобаротерапии. В основе лечебных эффектов манипуляции лежит возрастание парциального давления кислородных молекул в жидких средах тела человека кровь. Лимфа – межконевая жидкость, что сопровождается увеличением диффузии молекул газа в клетке. В норме основной процент кислорода соединен с гемоглобином, но при оксигенобаротерапии удается достичь повышения количества растворенных в крови молекул. Наличие свободного газа необходимо для оксигенации тканей при гемической гипоксии, вызванной анемией или острой интоксикацией, когда гемоглобин не может выполнять свои функции. Методика способствует компенсации метаболических потребностей организма в кислороде при снижении кровотока и уменьшении объема циркулирующей крови. Оксигенобаротерапия оказывает ряд положительных эффектов, активизирует окислительные и дезинтоксикационные процессы в организме. Снижает частоту дыхания, повышает функциональную жизненную емкость легких, нормализует работу сердца и тонус сосудов. Уменьшает ЧСС, улучшает микроциркуляцию, сужает артериальные сосуды в головном мозге, стимулирует регенераторные процессы. Во всех органах и покровных тканях усиливает реакции иммунологической резистентности. Показание гипоксия является важным патогенетическим звеном, которое чаще развивается вторично и усугубляет состояние пациента. Поэтому гипербарическая оксигенация активно используется в качестве основного или дополнительного метода лечения заболеваний в различных отраслях медицины. Основные показания к назначению оксигенобаротерапии Неотложные состояния Воздушная или газовая эмболия Отек головного мозга Отравление угарным газом Цианидами Краш-синдром Декомпрессионная болезнь Соматические заболевания Атеросклероз и БС Язвенная болезнь Гепатит Хронические патологии почек Вакушерстве и гинекологии Фетоплацентарная недостаточность Внутриутробная гипоксия плода Анемия беременных гистозы Метод оксигенобаротерапии Способствует восстановлению нарушенного менструального цикла Инфекционные процессы Рефракторный остеомиелит Газовая гангрена Внутримозговой абсцесс Некротизирующая инфекции мягких тканей Профессиональная патология Невмоканиозы Силикоз Силикатоз Антракоз Вибрационная болезнь В косметологии Применение оксигенобаротерапии Эффективно для устранения признаков старения кожи Придание здорового цвета лицу В схемах комплексного Лечения воспалений акне Противопоказания Повышенное давление кислорода Оказывает интенсивное воздействие На неподготовленный организм Поэтому в некоторых ситуациях использования Оксигенобаротерапии запрещено В список основных противопоказаний Включены острый средний отит Нарушение проходимости Евстахиевых труб Замкнутой полости В легких Неодренированные абсцессы Туберкулезные каверны Артериальная гипертензия Двух байтов Три стадии Декомпенсированная Сердечная недостаточность Варикозное расширение Вен нижних конечностей Продолжающееся Маточное Легочное кровотечение Клаустрофобия Эпилепсия Подготовка к оксигенобаротерапии Оксигенобаротерапию назначают Только после осмотра пациента Врачом и оценки результатов Лабораторно-инструментального Обследования Консультация специалиста Включена в итоговую стоимость Сеанса гипербарической оксигенации Физиотерапевт Обязательно проводит Психологическую подготовку Человека Рассказывает о нюансах лечения И возможных ощущениях До начала оксигенобаротерапия Больной принимает душ Пациентам в тяжелом состоянии Показано обтирание кожи Мокрой губкой Человек полностью раздевается Снимает металлические предметы Женщинам необходимо смыть Декоративную косметику Прикрыть волосы колпаком Или хлопчатобумажной косынкой При выполнении Оксигенобаротерапии Новорожденным необходимо Снять памперсы И укутать ребенка В хлопчатобумажную пеленку Методика проведения Физиопроцедуры Проводится внутри Барокамеры Специального аппарата Изолированного от окружающей среды И позволяющего Длительно поддерживать Высокое парциальное напряжение Создаваемое И кислородом В ходе оксигенобаротерапии По особенностям конструкции Различают камеры Для взрослых Для новорожденных И детей До года Для онкобольных Барокамеры бывают Одноместные и многоместные Стационарные и передвижные Отчего также Зависит стоимость лечения Во время сеанса Оксигенобаротерапии Пациент находится В положении лежа Врач устанавливает Необходимое значение Кислородного давления Стандартный терапевтический режим Предполагает воздействие 2-3 атмосфер Длительность сеансов Оксигенобаротерапии Составляет не более Одного часа Лечебный курс Состоит из 7-15 процедур Гипербарической Оксигенации Частота и Продолжительность Оксигенобаротерапии Варьируют в зависимости От состояния больного По окончанию Физиопроцедуры Человеку необходимо Отдохнуть 30-40 минут Для нормализации Показателей Дыхания и Кровообращения При планировании Оксигенобаротерапии Учитывают, что Некоторые манипуляции Физиотерапевтические методы Разрешается проводить Не ранее Чем Через 60 минут После сеанса К таким методикам Относят Катетеризацию Мочевого пузыря Очистительную Клизму Грязевые Аппликации Осложнения При соблюдении Времени Экспозиции В барокамере И правильном Подборе параметров Давления Кислорода Нежелательные Последствия Оксигенобаротерапии Возникают Крайне редко Ожидаемой реакцией Является Небольшой Недомогание Которое Проходит В течение Получаса При нарушении Техники Выполнения Оксигенобаротерапии Возможно Серьезные Осложнения Вегетативные Расстройства При чрезмерном Повышении Концентрации Газа Отмечается Тахикардия Тошнота Сильное Головокружение Затрудненное И учащенное Дыхание Острая Кислородная Интоксикация Возникает В 0,07% Случаев Оксигенобаротерапии Характеризуется Судорожной Мозговой Активностью Изменением Сердечной Проводимости Тяжелыми Аритмиями При Неуказании Помощи Развиваются Генерализованные Тонические И клонические Судороги Хроническая Интоксикация Наблюдается Поражение Слизистой Дыхательных Путей Сухость В носу И во рту Сжение Першение В горле В дальнейшем Присоединяется Трахеобронхит И пневмония